Компания выпивала за столом в комнате. Женщина на видео, снятом в ходе проверки показаний на месте, даже не говорит, что начались схватки. Рождение ребенка поместилось в сухую фразу. Почувствовала себя плохо. Она пошла в туалет и попросила собутыльников вызвать скорую. Пока они звонили, родился ребенок. Вот так он лежал. А как головой? Не сверху. В окна как-то. В окна. Она сама отменила вызов, сказав, что помощь больше не требуется. По словам женщины, когда сожитель ушел, она пошла на кухню и взяла пакет. Ты когда решила, что ребенок ты хочешь укинуть? В какой момент? Я когда одна оставалась, уже никого не было. Я не знала просто, что делать. Побоялась. То, что он не подавал признаков жизни, не плакал, ничего. Не плакал. Ну а ты проверяла, видишь, что он не движет? Нет, не проверяла. А посмотрела мальчик, девочка? Нет, не смотрела. С пакетом, даже не надев верхнюю одежду, женщина пошла к мусорным бакам. А что ты обучился к пакетам? Одна из причин, почему женщина так поступила, как говорят следователи, в семье нет средств на содержание еще одного ребенка. Она с сожителем и двумя детьми живет в квартире с бабушкой. Женщина якобы единственный человек, зарабатывающий на содержание семьи. В настоящее время подозреваемо активно содержится с органами предоставительного следствия. Дает показания последовательные, которые сходят с показаниями свидетелей. То есть, вину свою она полностью признает, в содеянном раскаивается. Напомню, в отношении женщины заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Мальчик находится в реанимационном отделении перинатального центра. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В рамках расследования уголовного дела следователи инициировали вопрос о лишении подозреваемой и ее сожителя родительских прав, поскольку выяснилось, что двое малолетних детей содержится не в лучших условиях. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».